добрый день уважаемые дамы и господа вы слушаете радио народная волна на частоте 15 90 м на нашем веб-сайте radio nbc . там там же вы найдете блок с интересными статьями ну и конечно же приветствуем всех наших youtube зрителей наш эфир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушатели зрителям ну и начнем мы с того почему демократы одержимы джорджем волосом совершенно верно тема весьма и весьма интересная и вот эти вот связи демократов со своим прошлым которые они то вроде бы разрывают а то неожиданно странным образом эти связи их настигает поэтому благодарю полина волкова за помощь подготовки выпуска и пожалуй самым прискорбным событием прошлой недели ну помимо естественно хотя это все связано само собой попытка президента отменить существующие правила работы сената но вот была здесь и его речь где он требовал эти самые правила изменить в джорджии дело происходило как все вы знаете и речь отвратительная сама по себе потому что человек который клялся что будет страну объединять но в принципе не должен говорить такие вещи и так нападать на своих же соотечественников более того на большинство этих соотечественников которые поддерживают целый ряд законов по укреплению системы выборов но и хотя не первый байт 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 на такое дело нечто подобное руси в свое время говорил но тут на что я ваше внимание обратил в пафосе в своем байден упомянул вот трех человек на чьей стороне по его мнению находятся вот республиканцы и нынешние враги байдена и всего прекрасного и замечать и это джефферсон дэвис юджин или булл коннор и вот собственно говоря улиц штука в том что все третьих джентльмена они все три демократа и более того вполне себе убежденные дэвис был вообще президентом конфедерации напомню коннор был занимался вопросом был комиссаром по безопасности в лобами и один из активистов демпартии ну а вот уоллес это вообще фигура весьма и весьма интересная и на мой взгляд еще заслуживающее обсуждение и изучение все-таки в должной степени его наследие не изучено как мне представляется именно потому что с ним разобраться очень сложно кем же он действительно был и какой какому лагерю если угодно его можно привлечь но то что абсолютно без бесспорно это то что уоллес даже в тот эпизод когда о чем мы с вами поговорим он вроде бы пошел как независимый кандидат тем не менее на президентских выборах вообще-то уоллес оставался ведущей фигурой в демпартии и что самое главное целому ряду демократических политиков и в частности с тогда еще сенатору джо байден было просто-напросто необходимо заручаться поддержкой уоллеса или по крайней мере вот всем рассказывать что уоллеса там где-то когда-то сказал что-то хорошее про того или иного политика демократ но давайте посмотрим кто же такой уоллес действительно уоллес человек незаурядный как я уже сказал участвовал во второй мировой войне и более того когда в одной из перебранок журналистами а уоллес отличался был мастером этих перебранок был одним из лучших ораторов своего времени когда его ну привычно назвали фашистом уоллеса ответил юноша я фашистов убивал а что ты делал чтобы это говоря правда уоллес фашистов действительно убивал но уоллес был человеком прежде всего мастер мастером политических игр и когда в конце 50-х он предпринял попытку первую стать губернатором алабамы то обнаружилось что у него это не очень то получается так как уоллес слишком умеренные вопросах сегрегации пожалуйста шестьдесят втором году уоллес позиционирует себя уже однозначным противником интеграционных мер за сегрегацию за защиту белого населения и так далее так далее и становится с одной стороны таким показательным злодеем что вот он сопротивляется интеграции становится в дверях не пускает черных детей и так далее так далее так далее открывает школы которые закрываются в силу того что они недостаточно интегрированы и всем своим видом привлекает к себе ту часть южных демократов которым все меры правительства по интеграции не нравятся но важный момент очень многое я не буду говорить что все но очень много из того что делал уоллес он делал не просто так а к нему еще к некоторым губернатором южным приезжали люди лидеры северных либералов в частности роберт кеннеди и они договаривались что вот уоллес будет изображать из себя такого злобного гражданина и соответственно северные либералы будут показывать как они отчаянно борются с расизмом ну а на выходе получается что уоллесу достаются голоса избирателей более при отрицающих интеграцию так далее а северным либералам демократам им достаются больше голосов своих избирателей которые видят что вот да демократы борются сегрегации тогда и в результате волос вполне был частью вот этой вот демократической машины на самом деле она к тому же весьма лихо обращался с местными законами потому что в алабаме нельзя было быть подряд губернатором два раза у него же на стол губернатором а улицы заместителем как там до шутили до 2 губернатора по цене одного и он на этот пост 58 периодически возвращаться от второго прощения возвращался и в 60 70 80 и казалось что вечный просто напросто и по мере того как все больше и больше его позиция привлекала к себе внимание то уоллес стал действительно задумываться и об участиях в выборах и вся четвертом году и что самое главное самое знаменитые участие это конечно же 68 год когда уоллес шел третьим кандидатом то есть условно говоря у нас есть никсон у нас есть хамфри воплощение как раз северных либералов и вот южане чувствуют себя неприкаянными и появляется уоллес который идет не как демократа как независимый кандидат и в тот самый момент происходит первый такой первая попытка действительно сближение с ним некоторые части консервативного движения потому что книг суну ну было некоторое недоверие порядка причин считали его не слишком консервативным насколько консервативен волес это был большой вопрос бак ли с ним общался приглашал его на свою передачу и пришел к воду что уоллес это абсолютно либеральный демократ в том плане что он сторонник такой национал социализм если угодно и социал-демократии траты большие госрасходы покупка голосов избирателей и даже то разумное что он в общем-то делает говорит о росте преступности говорит о необходимости защищать страну говорит о необходимости до законной порядка и меньшего вмешательства центра в дела штатов это все очень хорошо но считается улица консерватором не надо это вода популист такой даст чем-то конечно же достойный который может привлечь свою немалую аудиторию но консерваторы от него так или иначе отстранить и до сих пор кстати говоря спорят кому же больше все-таки навредил волес в той компании 68 года естественно такой либеральный консенсус то что вот он отобрал голоса у демократов конечно же тем самым помог никсону но в реальности скорее всего то обратный момент что он никсону никсон победил конечно же но что никсону скорее помешал потому что очень многие избиратели которые пошли бы голосовать за никсона на том же самом юге они в результате пошли голосовать за улеса ну потому что какой-никакой а свой и таким образом здесь улес помог все-таки при всей своей пафосности и при всем при том что он себя позиционировал противником элит и он общем-то остается примером политика который добился большого успеха практически не имея никакой базы в вашингтоне официально официально но видимо все-таки действительно никсону он навредил больше но тем не менее что было что был никсона категория он очень-то понимал что происходит и свои борьбы с улицом он своей команде говорил ни в коем случае критикуя улица нельзя повторять то что про него говорят либералы то есть любая попытка подается критиковать нападать на улица слева слева это сделает его не тем кто он есть на самом деле только усилит его при привлекательность для избирателей поэтому надо вот акцентировать внимание на негативной стороне того что улес несет и общем-то никсон это удалось конечно же все-таки политик тоже опыт но улес он чуть уйдя на второй план тем не менее не успокоился он участвовал в компании 72 года и более того была велика вероятность что он уже как демократ заметьте что он пройдет праймариса не могу верн и что вот этот остатки южного популизма даже скорее не консерватизма популизма что они возьмут вверх демпартии интересно чтобы тогда получилось но было совершено покушение тоже проект на это естественно это не джон кеннеди поэтому здесь версии поменьше но тоже кто это очень странно что вроде как уоллес кандидат весьма весьма сильный вдруг в него стреляют он остался в живых она был парализован после этого не уж пояс что такое вот с ним произошло тем не менее до после этого он уже практически вы был как серьезный кандидат и хотя предпринимал попытки вернуться из в 76 году но уже в общем то все что важно в то же самое время уоллес вдруг начинает менять свою позицию и перестает быть тем самым ярым противником сегрегации и опять это ему идет на пользу потому что его начинает поддерживать очень серьезно чернокожие население что самое главное но при всем при этом связи уоллес с элитой демпартии как бы он себя не позиционировал таким антиэлитарным популистам они на самом деле только укрепляются с никсоном у них такие были отношения более-менее после выборов налажены и после 72 года в общем то тоже однако как только начинается эпопея стравле и никсона по торги там уоллес до определенного момента уверяет что он будет поддерживать президента но потом происходит две странные вещи а именно к уоллесу приезжает эдвард кеннеди и уже не роберт сами понимаете по естественным причинам и после чего что не то о чем не там говорили никто не знает естественно а потом по штату вдруг начинают бродить раз распространяться какие-то там слухи листовки что покушение на улице было организовано никсоном и после чего естественно улице объявляет что больше никакой поддержки никсона не может быть и речи что он порывает с ним отношения и не будет ни в коей мере ему оказывать никакую поддержку вот так вот и в тот же наверно вот как раз в то самое время то есть где-то год между 70 вот после этого своего тяжелого ранения и вот это уже полного разрыва с республиканцами которого и не было конечно же союза имеют уоллес становится таким если угодно кингмейкером для демократов то есть практически любой демократ чтобы заручиться поддержка юга тогда еще там еще этого можно было добиться должен как бы то ни было обозначить свою дружбу с уоллесом и одним из сам даже дня самым успешным человеком кто это проделал а потом заявил естественно что никакого улица вообще знать не знаю но если знают я всегда был против потому что очень плохой это был картер потому что картер весьма активно лезу друзья к уоллесу но потом когда стал уже кандидатом в президенты спешно от него отрек уоллес возмущался говорил что молодой человек около меня там вертелся и старался везде со мной выступайте везде меня приглашал и клялся вечной дружбе теперь такое говорит но тоже заметьте параллель с нынешним товарищем из белого дома более чем очевидно уоллес действительно стал тем кого пользу кем пользуется а потом бросает была справедливости ради еще одна попытка и рис бы консерваторов не республиканцев с ним сблизиться так как после его торги это тоже было естественно очень сильное разочарование в республиканских политиках вообще и некоторые консерваторы предлагали такую тоже независимую пару это рейган и уоллес потому что считали что уоллес уже был как исправился уже не такой ярый сегрегационист но идея потухла и сам как-то рейган и не особенно ее приветствовал да и уоллес в принципе то и вот он так и остался все-таки политикам демократическим который повторяю еще раз был очень не очень важный машин важной деталью машине демократического партии и добывание покупки до чего угодно голосов но вот что характерно что демократы как раз этой фигурой просто-напросто одержима они при любой возможности сравнивают с ним республиканцев они при любой возможности рисуют его злодеем негодяем и так далее хотя их такие их идолы как картер и байден без поддержки уоллеса без умение за ним спрятаться его использовать не оказались бы там где они оказались и в результате если так вдуматься то проклинаемый имя уоллес привел так или иначе в белый дом двух человек и оба демократы все-таки не рейгана не никсона нельзя назвать тех теми кто победил на уволе на уоллесовских избирателях да и трампа на самом деле тоже я бы не рискнул к этому причислять но тут есть еще какой момент соуэлл отмечал такую интересную деталь что рейган человек который в принципе был расизм и чуждым у него не было по разным причинам но мало пересекался и в голливуде потом не было контакта с черной аудитории хотя он сделал бы как президент довольно много для чернокожих а уоллес при всей своей славе сегрегационисты и так далее этот самый контакт наладил еще тогда уж когда семидесятые годы от своих был их позиции он отстранился то повторяю поддержка черного населения было огромным и демократам признать тот факт что расист по их словам и сегрегационист на самом деле и установила связи демпартии с черным населением каких мало кто из либералов установить бы мог им это тоже нож по сердцу и поэтому для них задача демонизировать уоллеса и превратить его воплощение мирового зла ну а если не мирового то вот этого самого республиканского тем не менее давайте в общем-то так подводя уже до некоторые итоги все-таки признаемся с вами откровенно что при всех каких-то плюсах уоллеса его мастерстве оратора том что очень точно сыграл на отрицание элиты то что он действительно привлек к себе голоса тех кто был разочарован на на конец 60-х в обеих ведущих политических партиях все это так но уоллес это альбатрос как говорится или камень ну что угодно наши демократов они могут сколько угодно от него отнекиваться отрекаться но он всегда будет оставаться частью демократической партии это что он делал как вы надеюсь поняли все же прежде всего было нацелено именно на пользу партии своей даже когда он вроде бы от нее отходил и когда еще в далекие семидесятые годы начинающий сенатор джо байден сказал что нам то есть демпартии обязательно нужен либеральный джордж уоллес то кто знает возможно в этой роли он видел как раз себя я так скажу что байдена гораздо менее конечно же харизматичные фигуры чем уоллес потому что дашь критикуя губернатора алабамы все таки ну признаешь как я уже сказал какие-то его яркие черты но вот то что это любовь ненависть байдена лично и верхушки демпартии к улицу она будет продолжаться и дальше это безусловно но главное чтобы они помнили уоллес это их творение уоллес это человек который привел их туда где они сейчас и в этом плане скажем уоллес мало чем отличается именно в этом плане в других отличается конечно от гарри рида о котором мы говорили совсем недавно поэтому не давайте им ввести себя в заблуждение сторонники джорджа уоллеса не республиканцы не консерваторы демократы и либералы вот здесь я умолка если сергей что добавить с удовольствием передам слово вот о чем вы говорили поражает не удивительная способность демократов переворачивать все с ног на голову а поражает наивность их сторонников скажем комитет 6 января работает и похоже все идет не так как они планировали во всяком случае не все идет так как они планировали сейчас чак шумер вбросил новую мантру оказывается в рядах протестующих были антисемиты с антисемитскими плакатами и основной целью этих антисемитов было убить всех конгрессменов евреев и поверьте ли и поверьте мне при поддержке проституток и средств массовой информации эту идею начнут тиражировать полезные идиоты из числа евреев и она она навязнет в зубах они это воспримут и будут об этом говорить о вы да но при этом заметь тот товарищ мусульманского происхождения который брал заложники синагогу что писали в новостях человек с британским акцентом абсолютно и в этом свою роль сыграл изец председатель его не возмущает тот факт что у него в демократическом кокосе яркие представители братьев мусульман в конгрессе это их не беспокоит нет а тут они видите ли он сказал что у нас недостаточно факта это все с подачей фобия фбр между прочим фбр работает на эту партию такое кгб при коммунистической партии вот такую функцию сейчас выполняет фбр при демократической партии уму непостижимо но еще раз говорю не удивляет виртуозность который демократам удается перевернуть все с ног на голову а удивляет тупость и наивность их избирателей в том числе из числа русскоговорящих евреев абсолютно у меня у не укладывается в голове как можно не видеть вот то что черным по белому то что настолько очевидно и лежит на поверхности не понимать или нежелание понимать этого есть впрочем демократическая партия превратилась в такой тоталитарный курт культ ее сторонники это такое религиозная вера все ничего никакие факты никакие так сказать доказательства ничего нет это это тупая религиозная вера все никакие дискуссии не принимаются вот такой ситуации прибывает согласно давайте мы наверное сделаем небольшой перерыв послушаем рекламное объявление если будут вопросы телефон студии по-прежнему 847 4005 200 пожалуйста звоните и задавайте возвращаемся в программу час ивана денисова и прежде чем поговорим о решении верховного суда относительно мандаты обязательной вакцинации давайте попробуем сначала принять звонок добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте уважаемый вас несмотря на то что вы находитесь не в америке мне такое впечатление что вы разбираетесь наших законах лучше чем мы вот у меня в связи с этим такой вопрос тоже касающийся 6 января вот как это может быть что все таки наша страна считается страной закона что люди участвующие в этой демонстрации 6 января сидят до сих пор в одиночках совершенно без предъявления каких-либо обвинений по-моему даже не имеют доступа к адвокатам и вот почему родственники ничего не делают если партия республиканская ничего не делает могли же нанять каких-то адвокатов чтобы они какие-то ну меры предпринимали чтобы этих людей освободить потому что вины никакой абсолютно нету ничего не такого не сделали вот вот как как такое может быть нашей стране ну просто они к сожалению как я понимаю приравниваются к террористам против террористов вывод действует целый ряд более суровых законов там райсов простите на их по-другому не назову который безобразно начала в двадцатом году они не воспринимались такими поэтому их с легкостью отпускали и скажем на сайте вбр или на страницах в соцсетях вы ничего особенного не найдете про то что вот происходило летом по крайней мере такого не видно а что касается что до сих пор они там кого-то ищут и ловит ну просто делаю фбр больше нету действительно кроме как ловить вот этих вот страшных террористов 6 января ну а то что действительно нет какой-то активность да это мне самому непонятно то есть я могу объяснить действия политиков это становится так не безопасно и не все решаются открыто поддерживать тех кто там в тюрьме оказался но вот получается что даже политики местные потому что люди из разных я так понимаю штатов и городов они увы тоже не очень стремятся помочь почему я к сожалению не могу вам ответить хотя в конгрессе были выступления по этому поводу и пытались устроить слушание республиканцы и выступали по этому поводу никогда дайлор грин насколько я помню конгрессом а что касается адвокатов я не думаю что все сотни людей это миллионеры или миллиардеры которые сидят в тюрьмах она нанять хорошего адвоката который может тягаться с правительством это наверное от 500 до 1000 долларов в час стоит а к сожалению у этих людей нет таких защитников как вице-президент камала харрис которая собирала и с удовольствием всякие миллионеры давали деньги на выкуп бандитов которые жгли города которые принесли ущерб стране порядка двух миллиардов долларов это вот то что демократы делают у республиканцев к сожалению этого не наблюдается так вот я еще хотел сказать прежде чем мы перейдем к решению верховного суда сегодня день мартина лютера кинга и в то время как чаки шумер пытается разыграть еврейскую карту поскольку остальные пока не очень срабатывают черный кокос конгресса сегодня во главе с нэнси пелоси выступали по этому поводу и все все сводилось к одному протолкнуть закон о федерализации выборов то есть узаконить беззаконие вот какая бы речь ни звучала все сводилось к одному ну называлась имя мать мартина лютера кинга джуниора а при этом все сводилось к одному сенат должен проголосовать принять этих три закона потому что бедные несчастные так сказать лишены возможности голосовать я не понимаю кто лишь он возможно кому отказали в голосовании а вот надо стоять в очередь ничего я в двадцатом году пошел постоял в очереди отстоял погода была не очень и ничего страшного и проголосовал в общем опять пытается разыграть эту карту опять пытается залив на абсолютно я небольшой поклонник кинга кстати говорят напомню уху я вам его день но не будем уж в эту тему углубляться но на самом деле с верховным судом то это связано потому что черный юмор ситуация черный не имеющий отношение кингу в том что вот эти вот законы они на самом деле противоречат как минимум одному решению верховного суда а именно 2013 года который отменил часть закона о голосовании 65 года согласно которому любые изменения в избирательном законодательстве в ряде прежде всего южных штатов должны согласовываться с центром это запрещено все этого нельзя делать суть это это отменил значит это запретил а теперь пожалуйста это собираются в противодействие то нам рассказывать что вот когда верховный суд решил узаконить гейбраки все должны слушаться когда верховный суд сохранил обама кир это обязательно к исполнению а теперь выясняется что когда верховный суд отменил вот эту самую федерализацию практически почти 10 лет назад никого не волнует нет вот давайте примем законы обойдем правила сената лишь бы вот спасти себя от того провала к которому демократы уверены идут вот так ну а теперь непосредственно к решению верховного суда относительно обязательной вакцинации да раз про верховный суд заговорили действительно то два было решение первое такое радостное и на его фоне чуть потерялась второе по решению первому 6 к 3 принято то есть все республиканские назначенцы так или иначе этот самый мандаторий или мандат если угодно его отвергли демократы назначенцы демократов так или иначе поддержать но смысл в том напомню что предприятие или бизнес предприятия имею ввиду поэтому указу должны были всех принуждать к вакцинации суд постановил что этого быть не может и если посмотреть заключение судей горсыча а я считаю нас самое лучшее которому присоединились алита и томас у нас теперь прямо до три мушкетера тут образовались то мы с вами увидим что вот это славная троица но прежде всего горсычки здесь и его главная работа роль они то о чем мы с вами уже тоже не то не рад то что мы сами раз обсуждали было и выделен что раз нет нигде четкой четкой установки что конгресс доверяет агентство по охране труда права такие особые права то извините значит этих особых прав нету и бегать за служащими с шприцами никто не имеет права и весьма показательный момент к давным-давно еще в эпоху трумана роберт джексон судья верховного суда же я тоже люблю это цитировать заключение написал что если бы отцы основатели были озабочены тем чтобы ни в коем случае у правительства не было особых полномочий на момент чрезвычайных ситуаций потому что тогда эти чрезвычайные ситуации бы случались все время горсыч вот именно об этом и написал что там может быть какая угодно эпидемия страшно или не страшно но законные конституции они работают всегда потому что если бы они работали только когда все хорошо и замечательно то это неправильно и тогда правительство делала бы все чтобы чрезвычайные ситуации действительно были бы постоянно и слава богу что горсыч проект написал и слава богу что это зарубили но к сожалению там было и второе решение она связана с вакцинации граждан работающих в медицине и вот здесь увы 54 и роберт ну а кто же еще и кого но они слились с демократами и вот тут это самые принудительные вакцинацию поддержали хотя ну и дали возможность ее еще оспаривать это судах нижней инстанции и вот здесь конечно же уже на первый план вышел судья томас и его заключение помню тоже блистательно потому что он опять всем напомнил очень важный момент а именно что нельзя эмоциям позволять брать верх над законами и что даже если вам очень хочется что-то найти в конституции а там этого нет или найти что-то в решениях конгресса чего там нет надо этого делать потому что как писал томас даже если бы мне очень хотелось вот найти что-то что разрешало бы эту вакцинацию я не могу этого сделать ну вот нет такого нигде конгресс про это не писал нигде про это не написан и более того что по американской системе вопросы здравоохранения вообще-то решаются штатами и конгресс ничего не сделал для того чтобы штаты этих самых прав лишить а значит в штатах могут принять эту вакцинацию пусть и там оспаривают соответственно то же самое могут ее не принять и замечательно но главное то что никто федеральном центре не может ничего навязывать потому что иначе бы это нарушала весь баланс американской системы взаимодействия штатов и центра и этого не было значит любые для медиков не медиков любые попытки принудить кого-то оголять соответствующие места для уколов они незаконны не как написал все тот же замечательный судья томас вы можете спорить так а то важное опасное помо полезно это вакцина но разговор не совершенно не об этом разговора тома кто может ее действительно сделать общий принудительный правительственное агентство центральный к тому же не могут все самое грустное самое плохое что в этом есть решение это что она повторяю решение меньшинства но это что вы роберт потерян это понятно же было давно хотя иногда голосует как надо но и жалко что кавана он вот ведь в такие моменты перетягивает на свою сторону но 11 получилось жаль что не 20 в нашу пользу мы по крайней мере даже такой результат лучше чем мог бы быть вот наверное здесь все потому что же так много на эту тему сказано мне бы хотелось еще немного про янкина поговорить но если сергей что добавит по вакцинам с удовольствием передам слово ну по вакцинам я могу говорить бесконечно потому что информации с разных сторон полу стараясь копать как бы эту сторону эту смотреть на фауч и смотрю как этот про хвост крутится человек который получает зарплату больше чем президент соединенных штатов америки столько лет сидит а сейчас вскрылись его финансовые дела так сказать в общем как я назвал вот эту всю эпопею с ковидом это вторая по величине афера после глобального потепления о да ну а теперь давайте перейдем на фоне всего этого дерьма которое происходит в стране на фоне всей этой вакцинации в конгресса сената шумера есть в нашей жизни и и так сказать яркие моменты и совершенно верно и мы с вами говорили так давно про губернатора монтана мы регулярно с вами поминаем более менее добрыми словами дэсэнтис и надеемся на кристи новым ну вот есть возможность что у нас появился да у нас не только у вас такие люди они всем важны новый яркий персонаж консервативно-республиканский это новый губернатор вирджини все вы помните как его выбирали как он обставил демократов и к счастью хотя были опасения некоторые невнятные интервью он давал и вроде бы находили в его окружении не самых приятных людей но то что янкин который вступил в должность тут на днях на выходных он знаете есть такое военное выражение которое часто используется в политике hit the ground ранен я его помню часто да я участвую использую вы наверняка слышим означающие что политик который начинает работу сходу бросается в дело там не ждет чего-то сразу берется за работу и янкина вот сходу выпустил целый ряд исполнительных целый ряд указов губернаторских которые в общем и целом указывают что пока мы может имеем дело с человеком достоин но по порядку не все конечно но самые основные на мой взгляд янкин запретила критическую расовую теорию и хотя запреты эту штука до спорная но детям по моему убеждению такое точно не нужно и в общественном образовании которые на деньги налогоплательщиков рассказывать детям что все белые плохие черные страдальцы и на этом строится все западные и американское общество это в принципе делать нельзя и янкин молодец далее янкин отменил принудительное ношение масок при этом это не означает что он запретил никаких масок тогда нет смысл указа в том что родители кто еще естественно и сами должны решать в чем их и детям нужны детям маски или не нужны если нужны на здоровье пусть надевает если не нужны то не надо их заставлять и янкин вот об этом нам и указал и вернул это право родителям за что ему большое спасибо кроме того и янкин объявила подписал указ соответствующий о борьбе в штате с антисемитизмом а это как все мы с вами опять же увидели по печальным закончилась благополучно но такие вещи безобразие имеют опять же захватся на огонь это не может происходить но вот что антисемитизм остается угрозой с подъемом левых настроений янкин подписал указ что его штате антисемитизм будет всячески искореняться и слава богу кроме того продолжая тему связанные с экономикой к видам и так далее янкина открыл свой штат для бизнеса как это называется то есть поспособствовал тому что он теперь будет более открыт для тех кто хочет работать они сидеть дома янкин подписала указ о том что правительственное и государственное регулирование в штате должно быть сокращено на 25 процентов что должно сильно поспособствовать росту приему на работу и он так как называл это джок келену регулейшнс то есть что их надо сокращать их надо уничтожать янкин запретил вот те самые принудительные вакцины на уровне штата что их нельзя требовать со служащих и янкин объявил о выходе вирджинии из такого соглашения в которые входят ну преимущественно естественно и входили и сейчас демократические штаты демократические губернаторы по вот этим самым парниковым газом ну то есть понятно что смысл их в том чтобы этих соглашений чтобы сокращать количество выбросов якобы ну а в реальности что это все приводит к тому что растут цены правительственные субсидии идут от штата на какие-то якобы зеленые проекты на самом деле неизвестно на что и происходит ну вот например то что происходит в калифорнии уже помните мне раз тоже обсуждали как подобные вот соглашения якобы экологические мешают доставкам мешают работе водителей и дальнобойщиков и так далее вирджиния тоже было вступила в это соглашение хотя здесь другое существительное среднего рода приходит на ум но теперь благодаря янкину из него вышло и слава богу то есть как мы с вами видим основные направления консерваторов которые вот были консерватизма которые были обозначены и которые лучшие республиканские губернаторы так или иначе воплощают жизнь янкин все это делает медицинская свобода до никаких обязательных вакцин масок локдаунов так далее а свобода в образовании это никакой критической расовой теории да это свобода поверьте мне хотя казалось бы запреты свободу на это свобода потому что самая теория она закрепощает мозги а вот это плохо это как раз к свободе не иметь никакого отношения и это конечно же свобода экономическая ну те же самые отмены дебильных и никому не нужных якобы экологических законов и указов и то что касается вот регулирование это всегда важно теперь проблему данную конечно же борьба с антисемитизмом это давняя тоже на самом деле консервативная традиция чтобы нам не пытались говорить товарищи либералы консерватор изначально были настроены на борьбу с антисемитизм вами это факт но вот момента таких как всегда все-таки не будем спадать в эйфории два момента которые могут так нас слегка настроить момент 1 это как долго янкин будет выдерживать такой ритм десантис более-менее справляется замечательно новым уже мы видели там проблемы были джан форте вроде тоже пока справляется хотя он работает всего год посмотрим примкнет ли к лучшим из них янкин ну естественно мы ему всячески того желаем момент 2 это то что указы губернатор и замечательно но их неплохо бы всегда закреплять законами тот же десантис и есть проблемы категория с республиканцами у него не все удается провести как нужно через местные заказать собрание законодательных джан форте вроде как более успешно у него с законными все хорошо вот янкину надо тоже добиться того чтобы все эти указы они приобрели силу законов и тем самым отменить их будет и гораздо сложнее а то и практически невозможно проблема какая у него в местном законодательстве в ассамблее вирджинии в палате делегатов как она называется то есть в низшей там до большинство республиканцев а вот в сенате увы большинство все-таки демократов остается и здесь ему придется очень и очень сложно но вот проверка тем более что это официально ты президент сената это уинсом сирсом помните тоже и победы чернокожая леди республиканка стала для многих неожиданной вот да значит посмотрим как они будут управляться с с ассамблей потому что такие законы они штату нужнее все-таки чем мы губернаторские указы так что янкину и сирс успехов и надеемся что такие губернаторы еще нас порадуют и не один раз потому что маятник вправо качать уже пора выбора 22 года близко демократы и и же с ними готовы на любые гадости и республиканские настоящие губернаторы и законодатели нам тут очень и очень нужны пусть янкин станет одним из них замечательно к этому к этим приятным новостям добавлю еще одну новый генеральный прокурор штата разогнал к хедрению матери отдел по гражданским правам уволил все 30 прокуроров которые в своей деятельности придерживались защиты левых прав они гражданских прав а еще сказал что он будет вести дела в юрисдикциях в которых ссорос понасажал своих проституток которые отказываются заводить угла уголовные дела на бандитов преступников убийц исходя из чувства расовой справедливости и вот генеральный прокурор сказал что он будет лично вести уголовные дела в этих дистриктах что на самом деле очень радует да и даже со сайта правительства вирджинии стерта вот это вот организация которую вы назвали там отдел по равенству и так далее так далее все спасибо огромное иван вот на этой жизни утверждающие нахи а которая дает нам некую толику оптимизма мы сегодня будем заканчивать и до встречи в следующий раз спасибо вам до встречи